Сибирская хаски Берта всегда возвращалась после прогулки. В мае этого года ее хозяйка Анастасия Поланская не дождалась питомицу дома. Поиски привели девушку в соседнее садовое товарищество «Локомотив». И однажды мне волонтеры подсказали, что возможно есть в село Жуково, тут находятся вьетнамцы, которые кушают собак. Я перепугалась и поехала сюда проверить, нет ли здесь моей собаки. Девушка долго стучала по забору, пока хозяева не впустили ее на участок. Но Наталья так и не нашла там своего питомца. Вместо этого у Фимка обнаружила большое количество собак. Тогда меня пустили, проводили. За этот момент я увидела, что у них три взрослые собаки, одна из которых ощенилась, там маленькие кутята. Их я не видела, но соседи тоже рассказывали, что была беременная собака. И в вольере отдельно были четыре кутенка, примерно по месяца три. До того, как поехать к вьетнамцам, девушка пообщалась с зоозащитниками и жителями Жуково в социальных сетях. Те в один голос утверждали, что уже давно подозревают гостей из Юго-Восточной Азии в специфичном рационе. Поэтому девушка, испугавшись, забрала с собой одного щенка. В феврале другая у Фимка нашла свою потерявшуюся собаку именно в этом дворе. В зубову потерялся щенок, и его готовы были уже забрать. И вдруг он потерялся, и выяснилось, что именно этот щенок по фотографии находится вот в этом месте. Мы сорвались, поехали за этим щенком. Четверо человек у нас было. Мы привлекли участкового местного, который с нами сюда приехал, который тоже общался с жителями этого дома. Приехал сюда, нам никто не открыл, но мы обнаружили уже двух собак. Сибирские хаски. Нам никто не открыл, мы взяли на себя смелость выкрасить их собак. Нам пришло в голову, нужно спасать. О последствиях мы даже не думали. Я тоже здесь присутствовала, когда мы забирали хаски. Всю ситуацию знаю. То, что вьетнамцы и другие национальности, которые этим занимаются и кушают собак, доказать мы этого, конечно, не можем. Но я сама раньше работала на Гуревской базе, вот на рынке. И сами вьетнамцы, которые адекватные, которые этим не занимаются, они мне прямо говорили, кушаем собак, кушают собак. Я несколько собак сама там спасала. Их прямо целенаправленно привязывали и откармливали. Мы две недели назад у вьетнамцев забрали щенка маламута. Его две недели удержали вьетнамцы у себя на участке. Женщина потеряла этого собачонка. Везде объявления писала, ну, вот что бы было с этим щенком, если бы соседка нам не позвонила и не сказала. Один из жителей дома вышел поговорить с нами. Однако, услышав крики пожилого мужчины по соседству, неожиданно передумал. И так и не ответил на вопрос, для чего ему собаки. Ответьте, пожалуйста, на наши вопросы. Поговорите с нами, пожалуйста. Вчера видели. Ничего не видел. Вы нам только что говорили, что обчарку привезли 4 дня. Почему вы были против того, чтобы мы с ним поговорили? Вы говорили, не говорили. Потому что надоели уже. Кто надоел? Так мы первый раз приехали. Первый раз? Ну, конечно. Вы что скажете? И я ем собак. Серьезно? В декабре 2018 года в России приняли закон об ответственном обращении с животными. Помимо запрета на убийство домашних животных, его основные принципы – это отношение к животным, как с существами, способным испытывать эмоции и физические страдания, а также воспитание у населения нравственного и гуманитарного отношения к животным. Когда это в Корее или в Китае, там действительно больших масштабов доходит. Здесь все-таки Вьетнам хочет от этого отойти. По крайней мере, современные вьетнамцы, молодые вьетнамцы, у них все-таки собака – это друг человека, нежели капитане. Юлия живет во Вьетнаме почти два года. Девушка знакома с культурой страны, как никто другой, так как работает в туристической компании города Ничанг. Она утверждает, что у вьетнамцев поедание собак давно не пользуется популярностью. Это, скажем так, я бы сказала, пережиток прошлого. Действительно, ранее во Вьетнаме это было очень популярно. Не скажу даже очень, скорее всего, популярно. Действительно, особенно на северном Вьетнаме. Дело в том, что Вьетнам все еще разграничен немного диалектикой, культурой и так далее. Она у них разная. И в северном Вьетнаме, да, они употребляли собачателем такое, было. Некоторые даже в городе Ничанге также это делают. Но это не популярно. Это, возможно, даже, я бы сказала, какое-то праздничное блюдо для тех, кто привык это делать. Доказать, что уфимские вьетнамцы действительно употребляли в пищу собак, зоозащитники не могут. Однако, по их словам, гости из Юго-Восточной Азии согласились отдать всех четвероногих. Несколько из них уже на передержке у волонтеров.